Привет, народ! Я Подтекст. Сегодня я хочу поговорить, о чем бы вы подумали, о нецензурной лексике. Ребят, вы правда думаете, что я отмороженный на всю голову? Моралисты, узбогуйтесь. Обычно я веду себя прилично. Давайте расставим все точки над ее и впредь не будем пукать в воду и судорожно махать с руками. Во-первых, это мой образ. Прочитайте мой никнейм. Если не доходит, можете еще раз прочитать. Весь смысл в том, чтобы показать реальные эмоции на происходящее вокруг. Когда ваш начальник не подписывает вам отпуск, вы говорите про себя? Ах, какой вредный начальник, фу таким быть. Не думаю. Во-вторых, может быть вы и не ругаетесь матом, в чем я тоже не уверен. Я бы хотел посмотреть на таких людей и послушать, что они говорят, когда бьют себя молотком по пальцу. А вот что? Ах, как же так? Это? Даже в таком случае я же не заставляю вас силой на меня смотреть. Можете гуглить смешные видео про котиков. Или смотреть вечно живое шоу Петросяна. Третий пункт. Включите телевизор. Что вы там видите? На мой взгляд, когда материал проходит цензуру, он выглядит еще куда более похабно. Понимаете, можно говорить про секс, например, разными словами. А вот до чего ваш мозг может додуматься, если не сказать прямо. Везде пипи и сиси, куда ни глянь. Я уже не говорю о том, что даже не женские. И даже не мужские. И это нормально. Ведь по телевизору плохого не покажут. Вас держат в стрессе. Все любят перебирать чужое белье. Все любят споры и ругань. Все это в любом ток-шоу. Но кульминации нет. Когда пикают мат, это как чай без сахара. Как кофе без кофеина. Как сигареты без никотина. Вы и так все хаваете, но эффект не тот. Итог. Стресс и накопившееся напряжение. Я уже не говорю о некоторых физиономиях, от вида которых у меня вообще башка трясется. Пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к старшим. Дорогие наши мамы, папы, дяди, тети, дедушки и бабушки. Когда я слышу частушки из вашего времени, мне хочется провалиться сквозь землю. Мне хочется убежать подальше. У меня автоматически лицо превращается в помидор. Вот уж что по-настоящему пошлое, а не это. Согласны? В-четвертых. Это моя стихия. Я знаю, как ругаться матом так, чтобы это было смешно. Тут я как рыба в воде. Я знаю пару-тройку людей, которые хочется греть веслом, когда они матерятся. И прошу заметить, что я лично никого не оскорбляю. И пятое. Я не говорю, что ругаться это хорошо. И что нужно брать с меня пример. Усекли? Я бы не узнал ни единого матерного слова, если бы никто из вас его не произносил. Давайте сразу определимся. Человек я неплохой. Я не сузь и не глухой. Я не матюкаюсь на детской площадке. Не поднимаю хай на улице или в транспорте. Не ору бухой под окнами. Моя дочь не присутствует ни при записи, ни при монтаже. И не слушает это. И да, я тоже нюхаю цветочки. Но думаю, на матерном часто. Так же, как и все мы. Так давайте уже в этом признаемся и будем честны друг перед другом. По скрипту. Я не вижу ничего ужасного в том, что двое-трое взрослых людей ругаются друг на друга. Если только они не в стильку пьяные и не бьют друг другу морды. Делают это по отдельности или в совокупности при детях. Тут уже и мхо, дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. До встречи. Подписываемся, делимся и поддерживаем пальцем вверх. Не поддавайтесь стрессу и не копайтесь в чужих трусах. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok